Кроме того, на совещании выяснилось, что в перечень мероприятий по благоустройству должны войти установка малых архитектурных форм и организации паркового освещения. В Центральном парке продолжится реконструкция и коммуникация. Дорожные службы получили задание провести капитальный ремонт прилегающих к парку улиц, спортивной и колхозной. Ну поглядим, поглядим. А если все получится, то и, как говорится, поклон вам от населения. Про парк давно споры ходили, а во времена ОНИ тут вообще едва строительство не начали. Уж как народу вбивали в мозг идею, что дома-то нужнее, чем какой-то замызганный парк. И не чистили, не благоустраивали его, как уверяют знающие люди, вышедшие теперь на пенсии, а потому смелые, не случайно. Есть такая тактика довести территорию до состояния помойки, а потом и поднять волну в честной прессе. Ан, вот до чего довели наши русские неряхи территорию. Давайте ее строителям отдадим. Понятно, с последующим благоустройством и компенсационными высадками. Но отстояли главный парк Рязани. Ничего. Теперь вот в начальственных планах благоустройство зеленой зоны на улице Советской Армии. А саму тему благоустройства парков и зеленых зон задали сегодня телефонным звонком в редакцию наши добровольные информаторы, жители Введенки и Горького. Там на пересечении улиц мы совместно отслеживали ход неких земельно-строительных упражнений, деловитых работяг. Волновался народ. Что же это там хотят возводить? Уж не многоэтажку ли под окна? Оказалось, нет. Появлялись в междворье очертания весьма симпатичного сквера. Жители успокоились, а сегодня сообщили, что здесь уже и лавочки установили, и фонари.